В эфире новости губернии в студии Алена Власова. Здравствуйте! В начале коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 февраля в Самарской области пройдет Совет ПФО по развитию детско-юношеского спорта и физкультуры. Подготовку к событию обсудили на заседании рабочей группы. В нее входят главы субъектов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, руководители министерств. Возглавляют группу губернатор Дмитрий Азаров и заместитель полпреда Олег Машковцев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочая группа из Самарской области выявила ряд сдерживающих развитие сферы спорта и физической культуры в вопросах. В целях решения которой разработаны рекомендации, содержащиеся в проекте протокольного решения. Уверен, что в ходе нашей дальнейшей работы появятся и новые предложения. При этом прошу членов рабочей группы и на сегодняшнем заседании активно их предлагать. Совет пройдет именно в 63-м регионе не случайно. За последние несколько лет область успешно провела ряд крупных соревнований. Например, чемпионат мира по футболу, российско-китайские молодежные летние игры, чемпионат России по боксу. В губернии создают и условия для занятий спортом, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, многофункциональные площадки. Совет привозку федерального округа состоится меньше, чем через месяц. В технопарке «Жигулевская долина». Главная цель форума – придать новый импульс развитию спорта. Коллеги, это крайне важно. Это то, ради чего, собственно говоря, и проводится совет. В первую очередь, обменяться опытом, взять на вооружение лучшие практики, самые эффективные. В целом можно отметить, что в каждом регионе ПФО проводится серьезная системная работа. В этой сфере накоплен огромный опыт, сложились свои механизмы, подходы к решению поставленной задачи. В преддверии мероприятия состоится масштабный баскетбольный турнир. А сейчас формируется список участников. От подвигов к рациональному планированию. В правительстве подвели итоги освоения федеральных средств на реализацию национальных проектов на территории региона. Показатели области выше среднего по стране. При том, что средств было выделено намного больше, чем в 2018 году. Какие объекты возведут в рамках нацпроектов в этом сезоне? Материал Сергея Павлова. Насущный вопрос на оперативном совещании – погода. К среде ожидаются крепкие морозы, потом снова оттепель с мокрым снегом и дождем. Управлять такими причудами можно только вручную. Председатель правительства Виктор Кудряшов дает поручение усилить расчистку кровель от наледи. Муниципалитетам предстоит продолжить большую работу и по вывозу мусора. Его сбор, хранение и утилизация – задача прежде всего местного значения. Хотя область и помогает субсидиями. Как привлечь и распорядиться средствами Самарской области тут в качестве примера в целом по стране. Свыше 16 миллиардов рублей столько регион получил федеральной поддержки в прошлом году на реализацию нацпроектов. Освоено более 95%. Глобальные строки продолжатся. В 2020-м введут 11 детских садов, 3 школы, объекты культуры и здравоохранения. Один из самых сложных объектов этого года, или, я бы сказал, самый сложный, пятый просек и первый этап, 20 февраля – БСД, ну и, собственно, мартом будет госконтракт. За 9 месяцев будем строить школу большую. Всего в регионе в рамках нацпроектов будут строиться 110 объектов. Ответственность за свои направления министерства в кратчайшие сроки должны предоставить полный расклад по наличию проектно-сметной документации. Собственно, главная задача – не сидеть на месте, а на перспективу отбирать и заявлять в национальные проекты новые необходимые объекты. У нас сейчас все возможности есть для того, чтобы более планово осваивать средства федерального бюджета. Мы с вами на два месяца раньше обычного подписали все соглашения с федеральными органами исполнительной власти. И, соответственно, я рассчитываю, что мы на конкурсные процедуры выйдем на два месяца раньше обычного, чтобы у нас было больше времени на производство работы. В этом году регион планирует привлечь поддержку не только в рамках нацпроектов. Для этого есть все возможности, к примеру, федеральные субсидии на обновление общественного транспорта. Сергей Павлов, Андрей Авдеев, Новости губернии. С 1 января этого года можно получить материнский капитал и на первого ребенка. Такая поддержка, по словам президента России Владимира Путина, даст семье возможность подготовиться к рождению второго. Как восприняли эту новость молодожены в репортаже Игоря Романова. Анастасия и Никита познакомились пару лет назад. И вот настал торжественный момент. Их официально объявили мужем и женой. Вместе с поздравлениями от близких и друзей молодожены получили еще один подарок. Президент России в своем послании к Федеральному собранию рассказал о новых способах государственной поддержки тех семей, которые планируют рождение ребенка. Теперь семья, в которой появился первенец, получает право на материнский капитал. Было приятной неожиданностью то, что мы услышали. Конечно, мы очень рады. И очень хорошая помощь нам, так как мы имеем ипотеку. И, в принципе, хорошая финансовая помощь для нашей семьи. С января 2020-го маткапитал составляет почти 467 тысяч рублей. Такая сумма ранее предлагалась только при рождении второго и последующего ребенка. И это не единственный сюрприз папам и мамам. Считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Меры поддержки принимаются и на региональном уровне. В частности, с этого года по инициативе губернатора, семьи, в которых рождается первенец, получают подарок новорожденному. С 1 января в Самарской области введена дополнительная мера поддержки семей, где рождается первенец. Хочу обратить ваше внимание, что мы действовали здесь, принимая это решение, абсолютно в логике президента. Вот эта проблема появления первого ребенка, как можно раньше, она была выявлена, конечно, и на федеральном уровне. И именно поэтому, как вы знаете, решение по материнскому капиталу о его выплате при рождении уже первого ребенка принято. Виталию и Кристине Григорьевым понадобилось целых 9 лет знакомства, чтобы решиться на такой важный шаг, как официальная регистрация брака. А тут и повод как раз подходящий. Скоро их будут называть не только мужем и женой, но и папой и мамой. В будущем мы можем приобрести, например, квартиру, либо что-то еще. И непосредственно мы очень рады, когда выделили капитал на первого ребенка. В общем, мы полностью рады. И я очень доволен нашим государством. Мы очень благодарны, так как сами ждем наконец-то своего долгожданного первого ребенка. Поэтому мы очень благодарны за эту помощь, которая действительно помощь. Материнский капитал – это только часть поддержки. Каждые новые семейные законопроекты будут нацелены на главную задачу. Жителей России должно стать больше. Игорь Романов, Андрей Костомаха, Новости губернии. Возложение цветов, раздача хлеба и уроки мужества в Самарской области отметили день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По поручению президента России Владимира Путина 2020 объявлен годом памяти и славы. В честь 75-летия победы в нашем регионе пройдет более 500 мероприятий. Особое внимание ветеранам. На момент начала блокады Ленинграда Эдуарду Брониславовичу Марчику было три года. Он помнит, как начинался голод, как без отдыха работали родители и как наступали холода. Транспорт не ходил, все заледенело, электричества нет, батареи жутко холодные, все сугробы занесены, никакого движения транспорта совсем нет. Вот в таких условиях мы провели целый год и только 9 августа 42 года сумели вырваться по легендарной дороге жизни на барже. Возлагают цветы к вечному огню 45 блокадников. Всего в Самарской области их проживает 272 человека. Им в преддверии памятной даты вручили поздравительные открытки и подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Присоединились к церемонии возложения общественники, жители Самары и воспитанники военно-патриотических организаций. Гордость за то, что столько людей, чтят память, детей, то, что мое поколение не забывает. У нас постоянно проходят уроки, уроки истории, мы проходим разные битвы, времен Второй мировой войны, в том числе и блокады Ленинграда. О событиях тех дней рассказали и в историческом парке «Моя история». Для 300 школьников провели экскурсию. Как люди выживали на протяжении 872 дней блокады, чем грелись, где прятались от снарядов и что ели. В холле волонтеры раздавали 125-граммовые кусочки хлеба. Именно такой паек был суточной нормой для жителей блокадного Ленинграда. Мы съедаем, мы сейчас так много по сравнению с этим едим, мы едим вкусно. Нам рассказали, что там примеси даже был еще клей. Для старшеклассников во всех школах региона прошли уроки мужества. Они также проводились в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб». Он открывает год памяти и славы, объявленной президентом России Владимиром Путиным. К урокам участники готовили презентации и творческие выступления. Делились друг с другом фактами о том, в каких страшных условиях находились жители Ленинграда во время блокады. Лично для меня это очень дорогая тема, потому что все-таки люди... Нужно осознавать, что люди сражались не только за своих близких, которые жили в то время, но и за нас, чтобы жили мы, чтобы не было войны, чтобы не было того голода и страшных моментов. Для 45 блокадников, живущих в Самаре, школьники организовали праздничный концерт. В знак благодарности за рассказанные истории о тех страшных событиях и за радостные воспоминания о том дне, когда блокада была снята окончательно. Дарья Зотова, Андрей Фадеев, Дмитрий Столяров, Александр Дудко. Новости губернии. Своими воспоминаниями поделилась и жительница блокадного Ленинграда, которая сейчас живет в Кенельском районе. Героиня нашего следующего сюжета свой день рождения празднует за день до годовщины снятия блокады. Зинаиду Михайловну Соколову, как и тысячу других детей, эвакуировали из осажденного города. Тогда их перевозили по единственному маршруту Ладожской дороги жизни. Зинаиде Михайловне Соколовой 80 лет. Свой день рождения празднует в канун снятия блокады. На момент начала войны ей было чуть больше года. О событиях тех дней почти не помнят. Из осажденного города ее эвакуировали в числе первых. Зинаида Михайловна закончила швейное училище. 20 лет проработала на приборном заводе в Томске. В селе Бобровка Кенельского района живет больше 10 лет. Здесь у нее собственный дом с соседним сын. Старшие дочь и внуки часто приезжают помочь по хозяйству. Но пенсионерка не сидит сложа руки. Выпал снег, мама берет лопату. Не потому что больше некому, а потому что она говорит, а это физкультура. Она вот, если вы заметили, да, подъезжали все подъезды почищены, весь двор почищен. Наступает весна, мама где? В огороде. Белет красит она сама. Вот приходишь к ней, она меняет колор. Я побелила, я переставила мебель, я то, я все. Блокадный голод и тяжелое военное время позади. Сейчас у Зинаиды Михайловны двое детей, пять внуков и трое правнуков. По ее словам, это главное богатство. Дарья Зотова, Владимир Терентьев, Новости губернии. Из наболевшего жилищные вопросы. Депутат Государственной Думы Виктор Казаков провел сегодня прием жителей Самарской области. Самые острые проблемы, с которыми люди обратились к народному избраннику, связаны с жильем. Равза Томиндиярова переехала из Туркмении в село Исаклы 25 лет назад. В начале нулевых ее матери, как вдове участника Великой Отечественной войны, обещали выделить новую квартиру к 9 маю. Однако, накануне праздника женщина не стала. С тех пор очередь на получение субсидий не двигается. Равза сейчас проживает в комнате пришкольного интерната, без каких-либо удобств. Виктор Казаков подготовит обращение в правительство области и к главе района для скорейшего решения проблемы. А Никита Павлов попросил помощи в восстановлении дамбы в Задельном, которая находится в аварийном состоянии и представляет опасность для отдыхающих. Депутат в ходе разговора связался с главой Красноглинского района и рекомендовал привести в порядок объект. По итогам приема парламентарий определил порядок действий по каждому обращению, а последующее решение вопросов взял на личный контроль. Сегодня неординарная просьба была по восстановлению дамбы на пляж с поселка Прибрежный, который тоже, хоть и простой объект, но решается достаточно сложно. Поэтому мы сделаем все необходимые обращения людям ответственным за это и постараемся лишить большинство из тех вопросов, которые нам сегодня задали. Строят космические ракеты и достигают спортивных вершин. Студенты, которые кроме учебы проявляют себя в научной, общественной, творческой и спортивной сферах, были отмечены в Самарской области. Как они все успевают и почему таким людям помогать особенно важно? Материал Анастасии Зубаревой. Антон Полтораднев запускает ракеты. Пока не в космос, всего на пару километров от Земли и, конечно, не один. Целая команда студенческого конструкторского бюро, которое удалось объединить Антону и нескольким его товарищам, трудится над проектированием, экспериментальными исследованиями и вполне действующими прототипами. Их разработки уже не один раз были отмечены во Франции. Нам хочется научиться применять те знания, которые нам дают в университете, непосредственно на практике, пощупать это. Поэтому эксперименты мы формулируем, исходя из этой установки. Некоторые технические решения, которые мы реализуем, потенциальные, их можно применить для того, чтобы помочь решить текущие задачи, скажем так, отрасли. Самым амбициозным своим планом развития в будущем Антон назвал создание в России открытой системы поддержки студенческих конструкторских бюро с привлечением госкорпораций и органов власти. О своей идее молодой человек рассказал губернатору Самарской области Дмитрию Азарову на встрече главы региона с активными студентами. Идею губернатор поддержал, пообещал подробно изучить вопрос и поделиться информацией с руководителями ведущих предприятий в космической отрасли в Самаре и России. Я очень рад, что студенческая среда у нас очень живая и подвижная, что у нас много межвузовских, междисциплинарных проектов, совместных проектов, которые объединяют студентов среднего профессионального образования. И я очень надеюсь, что будущее нашей Самарской области и нашей страны окажется в надежных руках. В Самарской области сегодня учатся более 170 тысяч студентов вузов и СУЗов. Создавать условия для самореализации молодых людей – важнейшая цель национального проекта образования, инициатор которого – президент Владимир Путин. Гармонично развивающаяся личность способна созидать новые. Так, на встрече с губернатором активные студенты предложили организовать медиа-центр Самары, который объединит в цифровом формате все достопримечательности. Разработать программу обучения для студентов всех специальностей первой медпомощи или провести масштабный турнир по робототехнике. Участие в соревнованиях и подобные клубы позволяют студентам получить эту практику. И наше предложение заключается в том, чтобы вести фестиваль или соревнования по робототехнике, например, клуба губернатора. По поводу фестиваля – очень правильное предложение. Нет у нас таких фестивалей, как Ольга Геннадьевна Сависова. Нет. Очень правильное предложение. Потому что количество ребят – это все больше и больше. Еще одной темой для обсуждения стала возможность появления в Самарской области студенческого кампуса. Нужен ли он самим учащимся? Что туда должно войти? Где размещаться? Участники встречи высказали свои идеи и пожелания по этому поводу. Анастасия Зубарева, Алексей Велимискин. Новости губернии. В Самару приехали будущие конструкторы-лидеры России. На зимнюю школу инженерное лидерство. 130 человек – все финалисты общенациональной олимпиады студентов. Главной темой обсуждения стало продвижение автомобилестроения. Как они представляют себе инженеров будущего и какие тренды ждут нас – смотрите в следующем сюжете. Максим Гельман – финалист общенациональной олимпиады студентов «Я профессионал». В зимней школе инженерное лидерство не новичок. Он учится на последнем курсе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Самара оказалась в списке городов, где молодой человек хочет продолжить обучение. Для развития автомобилестроения планируют создать программный продукт. Сейчас как раз на открытии была фраза о том, что очень сильно развивается каршеринг. Для того, чтобы каршерингом было удобно пользоваться, нужно необходимо разработать удобное приложение, их поддерживать для того, чтобы любой пользователь мог в любом моменте времени получить или сдать машину. В этом случае, мне кажется, разработка удобного приложения – это и есть одна из возможностей продвижения такого формата. В зимней школе собралось 130 лучших учащихся со всей страны. В течение недели студенты познакомятся с организацией производства глобальных автоконцернов и ведущих автопроизводителей страны. В конце уже зимней школы предусмотрен как раз групповая защита проекта. После того, как они встят в предприятие, посмотрят, изучат soft skills, hard skills и будет подведен как раз итог в виде финишной защиты проекта. Получается так, что победители и право у победителей есть поступить в любой вуз, который входит в ассоциацию Олимпиады и профессионалы. То входит уже более 60 самых ведущих передовых вузов России. Кроме этого, самое интересное для ребят – это возможность стажировки в реальном секторе экономики. Школы проходят более чем в 20 российских городах. Зимняя школа способствует реализации нацпроектов образования и наука, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Андрей Фадеев, Татьяна Пудова, Владимир Терентьев. Новости губернии. В Самаре прошел Кубок ректоров по плаванию. Команды от четырех вузов приняли участие в соревнованиях, которые ежегодно проводятся в День студента. В программе личные заплывы и командная эстафета среди пловцов, кандидата и мастера спорта. Подробности в сюжете Андрея Фадеева. В свои 23 года Анастасия уже мастер спорта по плаванию, и у нее даже есть свои ученики. На этих соревнованиях для нее главная победа своего вуза и ее команды, а уже потом личные результаты. Мастер спорта, наверное, это и есть моя самая лучшая награда. Но вообще, в целом, что я пришла в плавание, я думаю, что это награда, потому что плавание – это моя жизнь в разных отраслях. Мы уже неоднократно были победителями, но в прошлом году мы были вторыми, поэтому сегодня хотелось бы наверстать. В Кубке ректоров по плаванию участвуют четыре вуза. 50 метров в разных стилях у мужчин и женщин и командная эстафета. Мы придаем большое значение спортивным мероприятиям, которые проводятся в Самарском университете и в Самарской области вообще. У нас есть целый ряд спортивных команд, и наши спортсмены добиваются серьезных результатов как на внутрироссийской, так и на международной арене. В Самарской области особое внимание уделяется именно студенческому спорту. Привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни выполняет одну из важнейших задач нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время у нас победители универсиады, призеры чемпионатов России, ребята, которые входят в основной состав сборной России по плаванию, и которые, кстати, и в этот раз участвуют в соревнованиях студенческих на Кубок Совета ректоров. Но это важно, именно поэтому данные соревнования, несмотря на то, что они являются чисто студенческими, входят в календарный план спортивных мероприятий Министерства спорта в Самарской области. Кубок ректоров проводится ежегодно в День студента. Желание Анастасии Артемьевой сбылось. В этот раз ее команда победила. Андрей Фазеев, Александр Дудко. Новости губернии. От молодежной субкультуры к олимпийскому виду спорта. По таким девизам в Самаре состоялся первый официальный чемпионат и первенство по брейкингу. Танец сочетает в себе динамику и пластику. Более ста человек показали свое мастерство на площадке. Как брейк будет развиваться в регионе и чем так завлекает молодежь? Ответы Владимира Маркина. Если язык танца действительно прекрасен, то брейк-дансу красноречия не занимать. Пластика, динамика, самовыражение. И все в сочетании с музыкой. Брейк сделал огромный шаг от молодежной субкультуры до спортивной дисциплины. Брейкинг это один из самых зрелищных, один из самых сложных и крутых видов танца, я так считаю, в принципе, вообще, в целом. Ты воспитываешь свой дух, свой характер. Вот, то есть здесь не только физическая составляющая, здесь еще моральная составляющая. Вот я, допустим, накопились какие-то проблемы, я прихожу в зал, просто отдаю себя полностью музыке. Это первый официальный чемпионат по брейкингу в Самарской области. Событие можно считать историческим. 150 человек вышли на танцпол, чтобы показать свое мастерство. Этого ждали, к этому стремились. Я думаю, что перспектива замечательная. То, что ребятам это нравится и родителям нравится. Видите, какой драйв, какое настроение. Ну, совершенно чудесно. Ребята будут проводить свои чемпионаты клубные, межклубные. А дальше, уже со следующего года, будем заявлять большее количество чемпионатов. От молодежной субкультуры к олимпийскому виду спорта. Нерушимый девиз всех любителей драйвового танца. Он сочетает несколько стилей. Пауэр-мув, пауэр-трикс, фризы. В каждом нужно показать пластичность тела. Ведь оценивается целостность выступления. Ты начинаешь танцевать, пускаешь в себя музыку, как начало. И пытаешься показать своим телом это движение музыки. И почувствовать, чем ты музыкальный, тем ты лучше. Дружишь с танцем, значит, дружишь со здоровьем. Развитие этого вида спорта способствует достижению цели нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт. Норма жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни. В Самарской области брейкингу будут уделять особое внимание. В федерации танцевального спорта в Самарской области уже была проведена встреча. И привлечены клубы в спортивные организации, которые данную дисциплину развивают для взаимодействия с нашей региональной федерацией. Мы начали выделять площадки под проведение официальных стартов. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Самарской области из лучших танцоров, которые вскоре представят наш регион на соревнованиях высокого уровня. Владимир Маркин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Шайбу на лед. В Самаре состоялся региональный финал турнира «Золотая шайба» среди сельских команд региона. За победу боролись юноши и девушки 2007-2008 годов рождения. Команда «Победитель» представит 63-й регион на соревнованиях высокого уровня уже этой весной. Об игре, которая становится все популярнее среди молодежи. Владимир Маркин. Глаз телекамеры только и успевает следить за динамичной борьбой на льду. Им не больше 12 лет, но накал страстей совсем как во взрослом хоккее. Не жалея клюшек и сил, команды рвутся к победе. Финал регионального турнира «Золотая шайба». А финал, как известно, ошибок не прощает. В основном командная игра, вот в чем мне нравится хоккей. Как говорится, в хоккее играют настоящие мужчины. Ну, хоккей – это борьба, прикладываешь им большие усилия. За право считаться лучшими в категории 2007-2008 годов рождения боролись сельские хоккейные команды. Этот динамичный и волевой вид спорта становится все популярнее среди детей. Причем за экипировкой скрываются не только юноши. Девочкам эта игра тоже по нраву. Я считаю, что это очень азартная игра. Большой выброс адреналина, разных эмоций, плохих, хороших, в зависимости от игры. В целом нормально, я довольна игрой. Мы сыграли сегодня. Турнир курирует полномочный представитель президента России Игорь Комаров. Соревнования уже давно полюбились юным спортсменам. Каждый год у молодых талантов есть шанс раскрыть свой хоккейный потенциал. Тем более, что детский и массовый хоккей в Самарской области развивается благодаря строительству новых объектов, ледовых арен и современных площадок. В том числе в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. В Самарской области реализуется региональная составляющая федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Это целый комплекс мероприятий, которые проводятся в области для того, чтобы сделать физкультуру и спорт доступны для всех категорий населения. И, конечно, в первую очередь для детей. И основная часть – это развитие инфраструктуры. Строятся новые ледовые комплексы, новые фоки. В прошлом году в Самарской области появилась 21 спортплощадка. В планах на 2020-й строительство еще 22-х. А также ледового катка в городе Похвестнево. Помимо этого, в областном центре активно идет возведение Дворца спорта. Владимир Маркин, Роман Апарин. Новости губернии. Юбилейный концерт солистки оперного театра Татьяны Гайворонской прошел в Самаре. Программу она подготовила с коллегами. Они исполнили произведения, которые раньше никогда не звучали в театре. Как это было, смотрите далее. Для оперной звезды и почитателей ее таланта – это премьера. В Самаре Татьяна Гайворонская никогда раньше не исполняла арию Констанца из оперы «Похищение» из Сираля. Концертную программу подготовила к своему юбилею. Очень много желающих оказалось участвовать в этом концерте. Я рада, что все наши артисты откликнулись с интересом и радостью. На мой проект оказалось довольно большое отделение по количеству музыки. Первое отделение юбилейного концерта посвятили Моцарту. Во втором выступили солисты оперной труппы с хором театра. Прозвучали романсы и джазовые композиции. На юбилейный вечер «Татьянин день» пришли друзья, коллеги и преданные поклонники. К примеру, автор книг о творчестве Татьяны Гайворонской, кандидат искусствоведения Ирина Каракозова, принесла на концерт буклет. Он издан по инициативе библиотеки Конгресса США при поддержке программы международного обмена. Вот после моего текста есть еще и личное поздравление Татьяне Гайворонской от библиотеки Конгресса в лице госпожи Карлы Хайдер, которая является директором библиотеки Конгресса США. Она желает ей вдохновения, новых успехов. И Татьяну Гайворонскую, послушав один раз, уже будешь ходить и именно на нее. В репертуаре Татьяны Гайворонской оперные партии ведущего сопрано, контактно-аретариального жанра партии «Заперет», «Арий» и «Романцев». Кирилл Козин, Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте. А у меня на этом пока все. Всего доброго. Продолжение следует...